Всем привет! Вы на канале Der Hunter. Друзья мои, кто подписан на наш телеграм-канал, наверное, видели не так давно, может быть, месяц-полтора назад я выкладывал там пост о том, что приобрел вот эти вот ботинки, скажем так, псевдо-контрафакта лова. Почему это не реплика и почему это не копия? Но все-таки, если люди шьют реплики, они не должны писать на них лова. Ну, написали бы там лове как-нибудь, да, я не знаю. Но если полностью копировано название, полностью, да, все, то, наверное, все-таки это подделка. Ну, в общем, суть в том, что, да, купил поддельный лово-зефир. И для чего? Для того, чтобы их протестить и посмотреть, чем они действительно отличаются оригиналов. Можно их носить, нельзя, стоят они своих денег или не стоят. Предыстория такая, да, значит, что сказать? Заказал. Заказал, пользуясь старой мудростью, что трекинговые горные ботинки покупаем на размер больше. Но, так как, возможно, постоплата, я заказал три пары ботинок. 42 размер меньше, чем положено, 43 мой размер и 44, как заказывают на размер больше трекинговые горные ботинки. Да, ну, такое правило. В общем, заказал три размера, приехали, осмотрел. 42-й откровенно маленький, 44-й откровенно огромный, как лыжи, как лапти, я не знаю, как что, у меня там, как карандаш в стакане нога болталась. 43-й одел вроде как бы по мне, но в то же самое время и как-то вот колодка какая-то мне показалась непонятная, широкая, что ли, как-то в стопе. Ну, в общем, решил взять. Я ношу ортопедические стельки, поэтому вставил в них ортопедические стельки, одел теплые осенние носки трекинговые китайские. Ну, как бы, вроде бы, более-менее нога стала комфортно себя чувствовать. Так, ну, что хотелось бы, да, еще отметить, друзья мои. Я не какой-то там профессиональный обзорщик обуви туристической. Нет, давайте так, я вот сейчас просто вам расскажу свои впечатления, свои общие эмоции, так скажем, свои какие-то выводы и передам свой опыт по использованию этих ботинок. Вот оттаскал я их, наверное, месяц-полтора и кое-что сказать могу. Первое, понимаете, еще в чем вопрос. Одно мнение у меня было, когда они пришли. Одно мнение у меня было, когда я одел их первый раз. И второе мнение у меня уже сложилось после того, как я их первый раз почистил, постирал. И когда они уже стали ношены у меня, так скажем, да, то есть вот три разных мнения по одним и тем же ботинкам. Итак, первое мнение получил, да, осматриваю, что сказать, нормальная, добротная кожа на носке, в пятке и в районе голеностопа, где ботинки стягиваются. Здесь все нормально. Понравилась подошва. Вызвало сомнение у меня момент именно спайки подошвы с чулком. Мне сразу не понравились тряпочные петли внизу колодки и как-то насторожили сами по себе петли металлические, через которые затягивается шнурок. Шнурок, сразу скажу, шнурок тонкий, да. Вот шнурок один специально не убрал, шнурок тонкий, мог бы быть и потолще, может быть, впоследствии сделаю из паракорда его себе. Петли тряпочные. С одной стороны вроде бы удобно, дешево и сердито, но с другой стороны первая затяжка, по крайней мере, у меня происходила не так, что вот шнурки взял и затянул. Нет, каждой приходилось по очереди затягивать, поджимать пальцем, чтобы не отпускалось. Дальше шнуруем металлические петли. Они мне тоже показались неудобными. То же самое, через вот так, вот так, так все тяжело, трудно шло, кое-как затянул, справился. Но шнуровка мне показалась, да, такой затруднительной. По материалу, ну, материал на вид, сказать, что плотный, ткань нормальная, никаких нареканий по ткани не было. Вот, в общем-то, первые нарекания были именно такие, по шнуровке, по шнуркам, по затяжке. Одел ботинки на ноги, затянул, и, друзья мои, сразу я ощутил некоторый дискомфорт в области ступни. Мне показалось, что вот в этом месте какие-то внутри пластиковые какие-то втулки, усилители, ну, какой-то дискомфорт был. Ради справедливости скажу, что прошел первые 200 метров, первые 200 метров, и вот этот дискомфорт, ощущение сдавленности, оно у меня пропало. Абсолютно честно, абсолютно откровенно было, и вот куда-то делалось. Не могу объяснить, но, тем не менее, оно пропало. Дальше. Носил ботинки три дня, первые в горном походе. Из них был ночной переход, одну из ночей мы двигались, потому что большое расстояние необходимо было пройти. За ночь я прошел 8 километров, из них 6 по лесной дороге, по горной лесной дороге, можно сказать, по старой лесовозной дороге, заросшей. И 2 километра прошел по конкретно по лесу, напрямую, то есть оврагами, буреломами. Первое, что я заметил, это, что ни о какой водонепропускаемости здесь речи не идет, друзья мои, абсолютно. Они, наоборот, я бы сказал, тотально, 100% водопропускаемы. То есть даже роса мокрая, когда ногами хлещешь по росе, даже она пропитывает ботинки, и нога мокнет. Не говоря уже о переходах каких-то там ручейков, естественно, ноги 100% сразу намокнут. Двигаясь по лесу, у нас лето было дождливое, в лесу мокро, сыро, нога по щиколотку тонет в листве, и там все мокро, все, вода, идешь, чавкаешь, 3 шага сделал, все, ноги мокрые. Здесь вот написано даже, да, этикеточка написана, гортекс. Но если мы присмотримся, друзья мои, то здесь не гортекс, а гореетекс. То есть вот горе, горе получается, сплошное горе, но не гортекс. Пошли, господи, боже. Решить вопрос тотальной водопропускаемости, водопроницаемости и водопроникаемости нам помогут только вот. Единственный у нас выход в данном случае это водонепроницаемые носки. Заказывал на Алиэкспресс, китайские братья-производители делают вот такие вот, какие-то полу-неопреновые, но не неопреновые. В общем, непонятные структуры, многослойные носки, водонепроницаемые. Ролик у нас о них был, мы их тестировали, по горам, по ручьям в них ходили, показали себя ненормально, результат дают, вещь рабочая. Вот сезон относил, по-прежнему ничего не пропускают, по-прежнему все нормально. В комбинации ботинки, в комбинации с этими носками позволяют уже переходить все ручьи вброд, без опасения промочить ноги и потом в течение всего похода ходить с мокрыми ногами. Еще один недостаток, который я выявил сразу же, уже по первому дню носки, это вот эта внутренняя подкладка, мягкая, с вот таким вот интересной структурой ткани. Вот даже здесь сейчас видно, что она забивается просто мусором лесным, семенами травы, какими-то колючками, соринками, соломками. Вот идешь, не ощущаешь, но каждый раз, когда пришел, приходится скрупулезно, вот даже здесь вот сейчас есть, вот так вот их пинцетом дома, по одной, как вот занозы из одного места выдергивать. В общем, на самом деле, подкладка удобная, мягкая, комфортная, ногу, кстати, ногу голеностоп затягивает, держит уверенно, с этим все нормально, вопросов никаких нет. Ну, вот это вот извлекание вот этих колючек потом длительное, да, оно вот напрягает немного, это как недостаток. Но, но есть и реально положительные моменты. Реально положительные моменты в том, первое, шнурки, да, я сказал, они тонкие, неудобные, они плохо затягиваются, но так было только, когда я одевал новые ботинки. Когда я их поносил, постирал, пошел второй раз в какой-то поход в них, как ни странно, все затянулось намного легче, то есть можно уже было брать шнурки и вот таким вот образом, единообразно, единоразово затягивать, все затянулось. Еще один плюс, да, они мне показались петли тугие, металлические петли узкие, но, но у этого есть и обратная положительная сторона медали. Шнурки не развязываются, то есть ты можешь ходить в них целый день и они на ногах не развяжутся. Вот у меня были армейские берцы и не одни, там километр два прошел, левый развязался, два прошел, правый развязался, здесь этого нет. Затянул и все, до вечера. Второй момент, все мои сомнения по поводу спайки, да, ботинка с подошвой оказались напрасны. Подошва держится нормально, намертво. Подошва вообще не разочаровала, я вам скажу честно, молодцы, вот производители молодцы. Она мягкая, она гнется, при этом она прочная, по камням, по скалам ходил, никаких нареканий нет. Ночью по лесной дороге, по лысой грязи, по мокрой глине размокшей, нога у меня за три дня ни разу не соскользнулась, не поскользнулась, ни разу не упал и ноги не разъехались. Вот это, если честно, мне очень-очень понравилось. Так, ну что сказать в завершении, да, вот такое мое мнение. Я не какой-то там обувной эксперт, не какой-то профессиональный там, да, тестировщик обуви, нет. Это мнение простого обывателя, пользователя, мнение по эксплуатации. Что в итоге можно сказать? Итоговая оценка, ну давайте так, я бы поставил оценку 4 балла из 5 возможных, если мы оцениваем по 5-бальной шкале. На пятерку они явно не дотягивают, вот если бы они воду не пропускали, было бы нормально. Ну и сказать, что говно говном тоже нельзя, друзья мои, поэтому твердая, жесткая четверка. Все, на этом спасибо, что вы были с нами, спасибо, что вы смотрите наш канал. Кто не подписан на нас, не забываем подписываться. Переходим по нашим ссылкам в телеграм. В телеграме у нас гораздо больше общения, там мы все обсуждаем. Обувь, одежда, снаряжение, машины для охоты, машины для аутдора, оружие, ножи. Там есть рубрика купли-продажи, где вы можете разместить свое объявление. Так что не забываем, подписываемся, переходим в наш телеграм-канал, где мы вас ждем и мы вам будем рады. Как резервный источник связи у нас с вами будет Яндекс.Дзен, поэтому переходите, подписывайтесь на канал Дэр Хантер в Яндекс.Дзене. Вот на этом все. Еще раз рад был, что вы с нами, рад, что смотрите наш канал. Спасибо вам за добрые, теплые слова поддержки. Увидимся на охоте, увидимся на стрельбище. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok